Ну что, друзья, всем привет! Кто был в прошлом... Или в прошлый раз другие классы были? Один класс был. А? Один класс был. Был, да? Ага, отлично. Так, ну давайте, сегодня у нас два урока. Два урока, и тоже об очень важном, как и в тот раз, будет генетическое введение в арифметику, назовем это так, которое закончится гипотезой АБЦ. Ну, давайте, с чего всего вообще началось? Началось все вот с такого треугольника, который вы, конечно, все знаете. Три, четыре, пять. Да? Вот. Когда-то давным-давно его обнаружили. Наверное, лет десять тысяч лет назад, может быть. Но дошедшие источники говорят, что уже в цивилизации древних индусов где-то четыре-три тысячи лет назад был не только этот треугольник, но и формулы, полные формулы для всех пифагоровых треугольников. Правда, как они их... Спасибо. Как они их получали, совершенно непонятно. То есть, это было как рецепт. Такой рецепт без всяких объяснений. Сделай так, сделай так, сделай так. Вот. Но вот каким-то образом они у них были. Потом это было... Ну, диафант Александрийский, третий век нашей эры, уже эту формулу выводил. Сам выводил. И остались, соответственно, его записи. Ну вот, а как бы арифметика развивалась так. Посмотрели математики на этот треугольник, да? В принципе, для того, чтобы отмерять прямые углы, достаточно одного этого треугольника. Больше ничего не надо. Делаете такую, как бы, веревочку круглую, и на ней через равные промежутки идут 12 узелков. Растягиваете их так, чтобы было 3, 4 и 5. Вот так, да? И у вас прямой угол. Поэтому дальнейшие все исследования, надо понимать, дальнейшие все исследования шли исключительно из цели любопытства. Никто не думал, что там какие-то еще 12, 5, 13 не является более удобным треугольником для отмерения прямых углов. Вот. Но он интересен тем, что это еще один треугольник с этим свойством, да? Что это треугольник, у которого прямой угол, и у которого все стороны целые. В общем, это явно заинтересовало древних, и они начали думать, а как вообще можно было бы еще придумать что-нибудь такое. Ну, кто-нибудь из вас скажет, что 6, 8, 10 тоже годится, да? Правда? Ну, это как называется в современном языке? Читинг, да? Это читинг. Ну, 9, 12, 15 и так далее, да? То есть, если я напишу 3N, 4N, 5N, то это не номер. Это понятно. Растянули его в N раз. Вот. Поэтому интересно, конечно, это как выглядит формула для треугольников таких, так сказать, базовых. Базовых, да? В своих сериях, подобных друг к другу. Каждый треугольник будет подобен куче, больше к него, и может быть, к каким-то меньшим него, с целыми сторонами. Но вот в каждой серии подобных треугольников, где хотя бы существует один, с целыми сторонами, есть и такой, у которого... Вот, который самый маленький среди всех подобных, да? С целыми сторонами. Как охарактеризовать эту ситуацию, если у меня вот этот треугольник со сторонами ABC самый маленький в серии подобных друг к другу? Как это сказать на другом языке, не геометрическом? Да. А, B и C равен 1. Если он не равен, то он не равен, то он не равен, то он не равен. Да. Нота ABC равен 1. А, B и C в совокупности взаимно просты. Совершенно верно. Я утверждаю, что на самом деле из этого следует, что они взаимно просты. Попарно. Вообще говоря, конечно, нет. Вообще говоря, да? Из этого не следует, если у вас три числа, да? Дважды три, дважды пять, трижды пять, да? Вот вам три числа. Они, конечно, взаимно просты в совокупности, но не попарно. Но они не могут быть сторонами прямоугольного треугольника. Давайте поймем, что если вот у нас есть стороны прямоугольного треугольника, то взаимная простота в совокупности и попарное, это будет одно и то же. Для этого надо вспомнить... Теоремию Пифагора. Да, теоремию Пифагора. Кто ее знает? Поднимите руку. Надеюсь, что все, да? Поголовно. А здесь есть более младшие классы, которые еще не знают теоремию Пифагора? Есть, да? Ну, наверное, и так же знаете, да? Все равно знаете, да, ее? Ну, в общем, теоремия Пифагора утверждает, что А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат для любого прямоугольного треугольника. Вот. Вскоре вы пройдете ее. Кто не знает, вскоре пройдет. Вот. И, соответственно, мы исходим вот из этого равенства, когда изучаем такие тройки. А теперь представьте себе, что у них есть какой-нибудь... Вот, например, у вот этих двух есть какой-нибудь общий делитель. Отлично от единицы. Если есть общий делитель отлично от единицы, то есть и простой общий делитель, да? Какой-нибудь. Ну, например, П обозначимого. Вот они оба делятся на П. Тогда, посмотрите, написано А квадрат плюс что-то делящееся на П равно что-то делящееся на П, да? Значит, А квадрат тоже делится на П. А так как П простое, то и А само тоже делится на П. То есть если бы какие-то два из этих трех имели какой-то общий делитель отлично от единицы, то и все три имели бы какой-нибудь общий делитель отлично от единицы. Значит, вот для этого равенства у нас получается, что взаимная простота в совокупности – это то же самое, что попарная взаимная простота. Хорошо, это, значит, нам подсказывает арифметический вариант задачи, которую мы решаем. Мы решаем задачу о нахождении всех решений вот этого уравнения в попарно-взаимно-простых А, В и С. Вот, значит, тут мне, я, пожалуй, расскажу полный вывод, потому что у нас два урока целых, и вполне можем некоторое время на это потратить. Итак, сейчас мы будем выводить формулу для всех пифагоровых треугольников с взаимно простыми сторонами. То есть для самых маленьких, вот ту самую формулу, которая называется формулой индусов, и которая зарегистрирована около трех тысяч лет назад, может быть, с чем-то. И впоследствии строгое доказательство найдено в работах диафанта. Значит, сделаем мы вот что. Давайте мы, что мы для этого будем использовать? Какую, значит, какую мы будем использовать информацию? Мы будем использовать так называемую основную теорему арифметики, которая, которая была, кажется, темой нашей предыдущей с вами встречи, да? Ну и в любом случае, которую вы должны знать. Она утверждает, что любое натуральное число раскладывается единственным образом в произведении различных простых степенях. Поднимите руку, кто ее знает. Отлично. Да, ну доказательства я рассказывал как раз на уроке о важном в тот раз, да? Вот. И это действительно самое важное, что можно придумать. Но мы это уже все обсудили тогда. Вот. И сегодня я просто буду ее использовать. Она совершенно не очевидна. Весь урок мы ее доказывали тогда. Но сегодня мы будем ее использовать. И, соответственно, смотрите, какой интересный вывод из нее можно сделать. Представьте себе несколько взаимно простых чисел. Скажем, как бы их обозначить так? С. Один умножить на... С два умножить и так далее на С. Ну, хорошо. Десять. Неважно. Сколько угодно. И пусть вот это вот произведение взаимно простых чисел равно степени числа какого-то натурального числа M. K еще не было. Главная проблема арифметики – это нехватка букв. Поэтому используются то латинские, то греческие. Но это еще что? Когда вы будете изучать дифференциальную геометрию, я не сомневаюсь, что добрая половина из вас, а может и две трети, будет это делать, там не хватит ни греческих, ни латинских, ни всех совокупностей. То есть там уже исключительно будет постоянно вот с номерками. Номерки, номерки, номерки. Там у всех букв будут обязательно номерки. Иногда двойная нумерация, иногда тройная нумерация. Вот. Но это будет потом. А сейчас пока вот мы напишем вот такую вот формулу. Вот представим себе, что вам, ну, как бы стало ясно в процессе решения какой-либо задачи, что произведения попарно-взаимно-простых, попарно-взаимно-простые, равно точной катой степени. Вот. Так вот, я утверждаю, что из этого следует, что каждая С и Т равно точной катой степени. Это очень-очень-очень сильный прием. Очень сильный. Очень такое, как бы, далеко идущее утверждение. Оно, ну, представляете, да, насколько сильное здесь. То есть если произведение взаимно-простых это катая степень, то каждый из них катая степень. Каждый. Катой степени встречается крайне редко. То есть это такой, как бы, это мощный прием. Поднимите руку, кто думает, что, в принципе, понимает, как это вывести из основной теоремы арифметики. Ага. Отлично. Давайте сейчас для всех сделаем это тоже очевидным. Ну что, начинаем с того, что раскладываем M в... Вот так. Вот так. M раскладываем. Давайте, чтобы немножко сэкономить буквы, здесь будет M сразу. Тогда мы прямо это разложение и возьмем, да? И тогда смотрите, что у нас будет обнаружено. S1 умножить на S2 умножить так далее на S10 равняется... Диктуйте мне, чему это равняется. Правда? Да. Умножить на P2 в степени K α2. Показатели степени умножаются на K по правилу поведения степеней, да? 3 в кубе в четвертой это 3 в двенадцатой. И так далее. Так. P, допустим, R в степени K на αR. Так. Отлично. Значит, мы обнаружили, что произведение наших взаимопростых раскладывается на простые множители в таком виде, что любое простое входит в степени кратный K. Отлично. Заодно мы поняли, что такое K-тые степени. K-тые степени это как раз те числа, у которых в разложении все в степени K. Понятно, что обратное тоже верно. Если вы обнаружили какое-нибудь число, любое, у которого в разложении на простые все простые входят в степенях кратных K. Вот представьте, что вы это обнаружили. Понятно, что из него очень легко извлечь корень К-той степени. Нацело. Просто поделить все эти показатели на K и получится как раз корень К-той степени. То есть мы получили замечательное утверждение, что натуральное число является точной К-той степенью тогда и только тогда, когда все простые в его каноническом разложении входят в степенях кратных K. Договорились? Все понятно, да? И это при любом K. K равно 2, K равно 3, какое угодно. Хорошо, а теперь я сейчас вас хочу убедить, что каждая S содержит целиком вот эти группы. Целиком. Некоторые S, правда, могут оказаться равными, например, единице, и никаких вообще групп не содержать. Но это как бы все равно, это частный случай. Логически это тоже означает, что группы входят целиком. Их просто нет, но если их нет, значит, они как бы входят целиком. Про пустое множество можно выставить любое утверждение. Значит, смотрите. Давайте посмотрим на первую группу. Согласно основной теории арифметики, слева и справа должно стоять одно и то же разложение. Поэтому вот это P должно быть ровно вот в такой степени доступно внутри одного из S или нескольких S. То есть оно должно быть найдено суммарно ровно в такой степени P раскидано по вот этим S. Так. Продолжай. Как понимаешь, P у нас должно быть только внутри одной S, иначе они не будут взаимно просмотрены. Конечно. Конечно. Как тебя зовут? Саша. Саша. Слышите, что Саша говорит? Совершенно правильно говорит. Предположим, вы обнаружили P1 здесь и обнаружили P1 здесь. Ну все, эти два они взаимно просто. Приехали, противоречия. Значит, получается, что P1, вот где вы его обнаружили? Ну вы где же, вы где-то должны его обнаружить именно в силу основной теории арифметики. Оно не может отсутствовать. Значит, оно где-то есть. Ну давайте посмотрим. Вот первое место, где мы его нашли. Вот это. Ну все, остальные все будут только в нем. Потому что наличие P1 здесь полностью входит в противоречие с наличием P1 где-либо еще. А значит, на самом деле там, где оно первый раз появилось, там и вся группа будет. То есть S2, например, в данном случае делится на вот эту группу. Ну то есть вся эта группа целиком входит в разложение S2. Продолжать или все понятно? Все понятно, да? P2 в степени Kα2 тоже живет целиком внутри одного только S. Одного и только одного. Возможно, тоже того же самого. Мало ли как вышло. Может, как это, одному почти все группы достались, да? Другим чуть-чуть. То есть это я совершенно не знаю, где оно живет. Может и там же, а может и в другом S. Но важно, что целиком. Иначе мы в коем противоречии со своими простотой. Ну и вот мы закончим тем, что каждая группа живет в каком-то S целиком. Ну, после этого последнее замечание стоит то, что ничего больше здесь жить не может, иначе равенство явно невозможно будет. То есть основная теорема арифметики гарантирует, что слева и справа одно и то же. Значит, S состоят из того, что справа. И они состоят из этого целиком. А значит, каждый из них позволяет из себя извлечь корень к этой степени. Вот это мощнейший прием. Он на самом деле используется поголовно, в общем-то, во всех известных мне... Нет, ну вру. Во всех, кроме уравнения Пелли. Во всех известных мне диафантовых уравнениях, кроме уравнения Пелли. Там другой прием. Вот, но про уравнение Пелли еще пару слов чуть позже я скажу. Вот, диафантовое уравнение — это уравнение, которое надо решать в целых числах. То есть написан какой-то многочлен с несколькими переменными, и нужно его решить в целых числах. Такие ситуации называются диафантовые уравнения. Правда, сам диафант решал в рациональных. Ну, иногда бывают путаницы, иногда, когда решают в рациональных, тоже говорят диафантово. Но каноническое определение диафантового уравнения — это многочлен, который нужно решить. Многочлен от нескольких переменных, у которого требуется найти все целочисленные решения. И вот этот прием является очень мощным. И сейчас я это вам продемонстрирую на этом примере. Так, давайте сотрём вот эту подготовительную работу. Так, сотрём подготовительную работу. Треугольники оставим, пусть они нас вдохновляют пока. Значит, мы занимаемся тем, чем занимались древние. Они посмотрели на этот треугольник и спросили, а можно обобщить, да? И вообще это вопрос, который относится ко всей математике. Вся математика устроена так. Можно обобщить. Вот что-то выяснилось простое. И математики говорят, круто! А можно это обобщить? Или, если ничего не получается, гипотеза Риммана не решается и не решается, что делают? Надо сузить. Надо упростить, надо частные случаи посмотреть, какие-то вокруг утверждения сформулировать, доказать. Ну, доказать, что невозможно доказать? Нет. Ну, просто пока она не даётся, решают какие-то простые варианты. Вот. И так вся, на самом деле, вся математика так и развивается. Она к приложению, её приводят потом люди, специальные люди, которые рождаются с чувством, что им надо приложить математику, да? Они называются прикладные математики. Прикладная математика, чистая математика — это очень разные области знания, на самом деле, чрезвычайно разные. Вот. Прикладной математике человек хочет выдумать, например, самолёт и думает, так, что надо сделать? Надо что-то придумать, чтобы вверх поднималось всё. Так, какие у нас есть уравнения? Какие у нас есть уравнения? Это знают математики. Тук-тук. Здравствуйте, математики. У вас есть что-нибудь похожее там? Ну, дальше выписывают на что-нибудь, да? Говорят, есть, конечно. Вот, 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 вот. Функция Жуковского, всё выдумано. Всё, у нас есть крыло самолёта. Ну, примерно так, да? Или там приходит человек, который хочет криптографией заниматься. Сто лет назад приходит и говорит, что у вас там про остатки по модулю П. Ему говорят, да куча всего. Это поле, первообразный корень, терема, мало терема, фирма, терема Эйлера. О, терема Эйлера! Круто! И рождается алгоритм РСА. Известный алгоритм, значит, про шифрование данных, да? То есть, вот так оно устроено. Но до этого эти остатки, да, терема Эйлера, это 18 век. Никакого шифрования тогда не было даже по мини, даже близко. Точнее, оно, конечно, было, но ни в коем случае не основано на простых числах и остатках отделения на них. Это только 20 век. То есть, это как бы сильно позже вдруг выяснилось, что совершенно абстрактный материал чрезвычайно сильно применим на непосредственной практике. Вот. Ну и вот, значит, соответственно, на самом деле математики из чистой математики, они просто там обобщают и сужают, обобщают и сужают. И так, в общем-то, и живут. Ну вот, мы с вами вскоре приступим к следующему обобщению, но до этого мы должны решить это уравнение, да? Давайте его решим. Давайте перенесем в правую часть что-нибудь. Но прежде давайте проанализируем, какие возможны ситуации с четностью и нечетностью, если это уже попарно взаимопростые. Какие варианты есть? Правильно. Значит, двух не может быть потому, что иначе взаимной простоты нет? А одного нуля не может быть. Почему? Сумма двух нечетных четна, да. Это не означает обязательно, что это четное, но это означает, что одно из них четное, да? Вот. Если бы эти два были нечетные, то это было бы четным. Ну, то есть мы точно знаем, совершенно верно. Как тебя зовут? Федор сказал, что одно из них, одно и только одно является четным. Федор совершенно прав. Теперь я утверждаю большее. Я утверждаю, что четным является одно из этих двух. И ни в коем случае не вот это. Кто поможет мне установить этот факт? Давай. Как тебя зовут? Тало. Абсолютно правильно говоришь. Именно так все и устроено. Надо вспоминать остатки отделения на 4. У квадратов их только два вида. 0 и 1. Если число было четным, то при возведении в квадрат будет остаток 0 при отделении на 4. А если нечетным, то 1. Ну, кто это не помнит, сами быстренько прикиньте. Напишите 2К в квадрате или 2К плюс 1. Выберите в квадрате, сразу все увидите. Будь здоров. Вот. Значит, соответственно, это-то обязательно нечетное. А здесь одно четное, одно нечетное. Ну, тут уже совершенно неважно, да? Тут можно же поменять их местами. Поэтому здесь ничего определенно утверждать нельзя. Но можно, например, договориться, что пусть вот это четное, а это два нечетных. Если было бы наоборот, то я просто поменял бы их. Назову бы B за A, а A за B, да? То есть, как говорят математики, без ограничения общности рассмотрения задачи можно считать, что A четно. Так? Договорились? Договорились. Тогда мы пишем следующее. A в квадрате равно C квадрат минус B квадрат. Что называется, не номер, да? Не номер. Но дальше. Так точно. А теперь я вспоминаю, что A четно, а значит, A в квадрате делится на 4. Ну, давайте я просто сразу напишу, что A это 2A с волной, и тогда A квадрат это 4A с волной квадрат. Правда? А здесь какая четность у этих двух множителей? Четная. Четность четная, да? Ну, четность там... Четная. Четность 0 или четность 1, собственно говоря. Да, нечетная это четность 1, а четная четность 0. Ну, это как остатки для них на 2. 0 и 1. Ну, в общем, четные они оба. А значит, оба делятся на 2. На цело. А значит, можно поделить это все на 4 и получить A в квадрате равно C минус B пополам умножить на C плюс B пополам. Не правда ли? C и B числа взаимно простые. А что насчет C минус B пополам и C плюс B пополам в этом случае? Можно ли что-то утверждать? Кто догадается? Ну, я намекаю на то, что они тоже взаимно простые в этом случае. Я намекаю, что из того, что C и B взаимно простые, можно строго вывести, что C минус B пополам и C плюс B пополам. Напоминаю, что это целые числа, да? Это все поделилось на цело. И что это целые числа взаимно простые. Почему? Давайте от противного. Да, давай. Если мы эти два сложим, C, а не 2C. Так. Да. Как тебя зовут? Илья абсолютно прав. Ильяс, извини. Ильяс абсолютно прав. Ровно так. Предположим, что у нас есть общий делитель какой-то, отличный от единицы. Ну, можно считать, что простой, потому что если есть какой-то, то есть и простой. Вот. Как мы говорили, делитель моего делителя, мой делитель. Это такая главная формула, да? Поэтому если есть какой-то делитель, у того делителя есть какой-нибудь простой делитель. И, соответственно, у этого тоже простой. Но нам это на самом деле не очень важно. Важно то, что мы можем тогда заключить, что сумма, ну, сумма двух чисел, которые делятся на P, тоже делится на P. И разность двух чисел, которые делятся на P, тоже делится на P. Ну, а сумма этих двух просто на глазок. Вы видите, да, что B сокращается. C удваивается и делится на 2. Поэтому сумма равна C. А если из этого и это вычесть, то, наоборот, сократится C. А B удвоится. И получится B. Поэтому если бы у них был какой-то общий делитель, то он был бы у B и C. А мы знаем, ну, мы не то, что знаем, мы работаем со взаимопростыми, попарно взаимопростыми, поэтому никаких вообще делителей у B и C нет. Следовательно, и у этих двух тоже нет. Так, поднимите руку, кто понял это. Отлично, потому что остался, в общем-то, последний шаг. И в чем же он заключается? Да? Конечно. Как тебя зовут? Саша. Совершенно верно. Каждый из них квадрат. C плюс B пополам это M в квадрате. А C минус B пополам это N в квадрате. Для некоторых M и N. То есть, что это означает? Что существуют, ну, очевидно, взаимопростые, да? M и N. Потому что если бы они не были взаимопростые, мы бы сразу получили здесь тоже не взаимопростые. Вот. Такие, что, ну, там M явно больше N, потому что у нас это натуральные числа. Что C плюс B пополам равно N квадрат, а C минус B пополам равно N квадрат. А теперь мы вспоминаем, как C и B выражаются через вот эти два числа, да? Мы уже об этом, Ильяс говорил, да, как? Суммы разности. Поэтому C равно M квадрат плюс N квадрат. А B равно M квадрат минус N квадрат. Из этого заодно мы можем вывести еще, что M и N разной четности явно, да? Потому что иначе тут опять, получается, не взаимопростые, а делятся на два. Оба. Оба четные. Итак, осталось А. Ну, смотрите, А квадрат это произведение N квадрат на M квадрат, правда? А с волной в квадрате, да? Ну, это натуральные числа, извлекаем корень, да? Что такое волна? Волна. Это вот, это половина А. А с волной это половина А. То есть А с волной оказалось в квадрате равно N квадрат на M квадрат. Значит, А с волной равно N-M. Ну, а тогда само А? 2 N-M. Или 2 M-N. Это формулы древних индусов. В таком виде они находятся в древних папирусах. Ну, там таким языком написано, если есть стороны прямоугольного треугольника, там, самого маленького в серии подобных друг другу, то можно найти такие количества, что если первое взять столько же раз, чему оно само равно, и прибавить второе взятое столько же раз, чему оно само равно, то получится самая длинная сторона, гипотенуза. Если вы ищите, получится один катет, а если перемножить их и удвоить, взять столько раз первое, сколько второе, и еще удвоить. Вот такой рецепт, который был известен. Откуда? Не были. Абсолютно. Они были. Кто и угадает, кто и не справил, какие же всякие совершенно... Это невероятные дела. Есть был такой индус, он жил не 3000 лет назад, но он жил всего лишь 100 лет назад. Точнее, он в то время жил, где-то в самом начале 20 века, а он жил, он просто был очень народный длинный. Его звали Хринеласа Рамунджан. Он получил в Индии математическое образование и вдруг стал во стенах видеть формулы. Совершенно невероятного вида. Какой-нибудь бесконечный ряд, прибавилось к какой-то цепной дроби, равно там, например, Е, и так далее. Ну, то есть, что-то, ну, совершенно, совершенно, уже что-то два происходили. И он написал Харди, в Англию написал, тогда имя принадлежало Англии, глава колонии. И он написал Харди, вон, что, знаете, я знаю несколько очень интересных формул. Харди совершенно офигел просто, полностью. И говорит, а как, вы знаете, я вынужден сказать, что вся европейская наука полностью бессильна, доказательства формулы. Все, что мы сегодня знаем, да, видимо, недостаточно. Видимо, вы обладаете каким-то невероятным аппаратом, который вы, генеральным опытом, вывели, да, ну, поверните нам в этот аппаратах. А Раманжан пишет, какой еще аппарат? Я уже вижу во сне, богиня Ладшми, нашего рода. У нашего рода есть богиня, она мне приходит и вывезет. Он же начал в этом веке, в рассвещенное время, Харди, как-то дичь. Наверное, он боился, что его украдут у него этот метод, наверное, двоих. И пишет, весьма дорогой, Раманжан, мы вам даем честь, дараем честь британского ученого, что ничего из того, что вы знаете, мы не украдем. Приезжайте, расскажите, будет прорыв, невероятный прорыв в науке математики. Вот, а он пишет ответ, вы меня оскорбили до глубины души, я чуть не глазу читаю это до библии. Как вы можете меня подозревать в том, что я могу претендовать на то, что принадлежит бога, но не мне, на какие вещи, на доказательства это же снисходит нам? Как вы можете меня в этом подозревать? Я просто ужасно оскорблен. Я вам говорю, честное слово, честное свое слово, там, индийское слово, что все, что я знаю, я знаю из своих средств. Допал в совет у Харби самых ведущих математиков того времени, но пока не репутация. И, собственно, надо его позвать и допросить, если что-то не так. Они его вызвали в Британию, он долго-долго ехал на корабле, началась Первая мировая война, там пришлось как-то в обход это все, письма потом не доходили из-за Первой мировой войны, его же не, женат, значит, отчаялась, думал, что он там умер, но, к сожалению, так и закончился, он заболел умер в Британии. Но не сразу, до этого он года там расходится. Вот на рак он уже проработал с Харби, Харби научил его приемные классики, но Харби виделся там, но если бы ничего этого доказывать не умел, он просто эти формулы, это хуже взял. Но какие-то формулы они смогли бы казать не снять, и он лежал в стол, он замечательный учеток, но что самое удивительное, что от него осталось еще куча формул, не доказанных до сих пор. Сегодняшние компьютеры позволяют проверить эти формулы, до 400-го знака, до 1000-го знака, и они, очевидно, верны. Но никакого доказательства нет. Впрочем, это для, наверное, половины формул, а у половины формул доказанных. Точные пропорции, какие доказаны, какие не доказаны, это у нас в своей интернете. Вот. Прямо в этом году вас в четвертом на школе в Тубне современная математика Федер Петров, мой друг из Питера, очень большой ученый, математик, он целый курс читал, ровно одну из формулы Роман-Лужа. Как я вам могу доказать? Вот как раз, которую я говорил, я, что я знаю, другое, но каждый съезд. Так вот. Вот эти формулы, видимо, тоже кому-то пришли будет позитивно, да? Ну и записал. А проверить-то несложно, правда? Че, проверять, смотрите. f квадрат плюс f квадрат возведенное в квадрат должно быть равно m квадрат минус n квадрат возведенное в квадрат. Прибавить 2n, возведенное в квадрат. Ну что, диктуйте, хором. Что у вас будет? Так. Равно да, плюс очевидно, это так. Сокращается все. То есть проверить-то нет? Никакого же нет. Проблема первая это угадать, ну хорошо, допустим, вам погибли, про металла. Уже не приходится, да? Так бывает. Бывает, что в математике ты что-то угадал, и не надо ничего доказать. Ты просто проверяешь, что ты правильно угадал. Ну, сегодня не сказано в индусских папирусах. Вот это важно понимать. Не сказано, что это общая формула. Понимаете, да? То есть она есть, и у нас вы правили, а то, что все неугодники задаются этой формулой. Вот это как-то там не было. А мы с вами это вывели. Мы это строго вывели, это все выказано, что любой, любой, самый маленький серий поток задается ровно этой формулой. Вот это как-то доказательство в математике, да, это уже, это уже не угадывали. Это уже не угадывали. Продолжение следует, по следующим урокам. А ты конец. Спасибо.